Кто-то из наших мэтров отечественного розоводства сказал, что роза дождь навоза. Давайте попробуем с вами смоделировать ситуацию, представить, как себя обычно чувствует начинающий розовод, подходя к кусту розы. Всем привет, с вами Ирина и канал MyDIYLA. Сегодня я продолжаю весенние работы в своем саду. Сейчас, я думаю, самое горячее время для любого садовода и покажу вам ту процедуру, которая вызывает, мне кажется, наибольшие вопросы у начинающих розоводов. Во всяком случае, у меня в свое время она вызвала массу сложностей. Это, конечно же, обрезка роз. Я покажу вам, как я обрезаю свои розы, покажу, так сказать, ленивый вариант обрезки и расскажу какие-то общие принципы, для того, чтобы вы знали, зачем, когда и, главное, как обрезать ваши розы. Пойдемте! Давайте попробуем с вами смоделировать ситуацию, представить, как себя обычно чувствует начинающий розовод, подходя к кусту розы. Я покажу вам два разных подхода. Итак, смотрим. Вариант первый. Садовод сомневающийся. Посмотрим, что тут написано. Обрезать побеги на 2-3 почки. Интересно, вот эти почки считать или не считать. Если на 2 почки, то это надо совсем коротко резать. Совсем коротко как-то жалко. А если вот эти считать, то здесь. Где же резать? Здесь или здесь? Как все сложно. Ставлю прям так. Не буду ничего резать. И вариант второй. Садовод решительный. Так. А тут пятнышко. Эта сухая тоже надо отрезать. Ой, кажется, я немножко улеглась. Истина, как водится, лежит где-то посередине. В разных пособиях очень большое количество рекомендаций по обрезке. Но я думаю, если особенно вы новичок, вы читали все эти рекомендации, наверняка вы запутались. И в общем-то новичкам изначально достаточно сложно бывает понять, как и зачем резать. Вот самый главный вопрос здесь зачем. Если вы берете в руки секатор, вы должны очень хорошо понимать, для чего вы отрезаете ту или иную ветку. Не потому, что так написано где-то в пособиях по розоводству. Не потому, что Ира Махрова сказала, что пора обрезать розы. Нет. Вы должны понимать, для чего вы это делаете. Сейчас я вам постараюсь объяснить главные общие принципы обрезки любой абсолютно розы. Любой группы. Разные группы рекомендуют по-разному резать. И вот постараюсь вам объяснить, почему оно так. Итак, что происходит, когда вы обрезаете любую ветку? Если вы режете ветку очень коротко, у самого основания, оставляете, неважно, 3 почки, 5 почек, 10 почек. Если вы режете этот побег коротко, это стимулирует розу к пробуждению почек у самого основания куста. Вот здесь вот у основания почки самые сильные. Эти почки дадут самые толстые, самые высокие побеги, такие вот те самые дрыны. Такой побег может быть хорош для вас. Если вам нужны крупные цветки, потому что, конечно, самый мощный побег даст самый крупный цветок. Но вы должны понимать, что одна ветка даст меньше цветов, чем много веток. Поэтому, если вы оставляете веток мало, у вас будут крупные цветки, но их будет меньше. Просто потому, что если даже роза выпустит 3 побега крупных, 5 крупных побегов, это 3-5 цветков, если это чайно-гибридные, либо 3-5 соцветий, если это кустовая роза. Но, тем не менее, их какое-то ограниченное количество. Если у вас веток много, да, вот здесь смотрите, раз, два, три, четыре, пять, каждый из них разветвляется, и на конце каждый из этих веток будет соцветие. Соответственно, если вы розу будете резать менее жестоко, скажем так, у вас останется больше вегетативной массы, больше веток, и на каждый из этих веток, конечно, будет больше цветов. Но, чем слабее побег, да, у нас внизу побеги толстые, дальше они разветвляются, становятся все тоньше, тоньше и тоньше. И чем тоньше побег, тем, естественно, меньше цветки, которые на нем появятся. Ну, просто по закону природы, да. Почему вот есть такая рекомендация обрезать треть высоты побегов, да. Вот я раньше делила мысленно куст на три части, потом я поняла, зачем это сделано. На самом деле резать нужно, если вы режете умеренно, в том месте, где ветка начинает ветвиться, да. То есть вот у вас здесь начинают ветки уже ветвиться, наверху они совсем тоненькие, они уже дадут совсем мелкие цветы, но если вы их укоротите, вот скажем, вот так вот, да, то есть несколько почек оставите, но при этом уже вот это то место, где побег начал ветвиться. Здесь у вас больше почек, это даст больше боковых ветвей, соответственно, больше цветков. Но они, конечно, будут не такие крупные, чем если вы этот побег обрежете практически у самого основания, у вас вместо этого побега, по сути, вырастет новый, и на конце него будет всего одно соцветие, либо один цветок, если у вас чайно-гибридная роза. Ну, а если вы вот так вот обрезали его высоко, у вас получается четыре ветки, из которых будет много боковых побегов, на них будет много цветов, но они будут мельче. Это, в общем-то, основной принцип любой обрезки. Вообще, любая обрезка, она стимулирует рост побегов, просто если режете низко, то это будут побеги от основания, если режете высоко, это будут боковые побеги. Если у вас чайно-гибридная роза, то, конечно, чем крупнее цветок, тем лучше. Почему чайно-гибридные розы и режут обычно низко? Но на самом деле вы можете и чайно-гибридную розу резать повыше, умеренно, особенно если она у вас сильно рослая. Знаете, есть такие сорта, которые дают вот эти самые дрыны метра по два высотой и цветут где-то там высоко наверху. Если вы ее обрежете повыше весной, у вас куст будет не такой мощный, потому что уже этим вы стимулируете не рост новых побегов от основания, а рост побегов где-то из серединки. Куст у вас получится пошире, но, конечно, каждый цветок будет помельче. Если у вас роза мелкоцветковая, таким образом получается, что в короткой обрезке особенного смысла нету, потому что будет мелкий цветок чуть крупнее, особенно вы этого не заметите, а вот общая цветочная масса значительно пострадает. Но даже мелкоцветковые розы бывает, что приходится стричь коротко. В каких случаях? Если ветка уже очень старая, если куст нужно омолодить, либо если наоборот у вас молодой куст, и вам нужно нарастить первоначальный, так сказать, костяк, скелет куста, для того, чтобы в дальнейшем его уже формировать. Во всех остальных случаях мелкоцветковые розы режут очень умеренно. Конечно же, в разное время подход к обрезке даже одного куста, одного сорта может отличаться. Иногда это даже зависит от настроения. Например, вот этот сорт James Galway, английская роза, у нее потрясающе красивые цветы. Но если оставлять куст вот такой высокий, цветки мельчают, мельчают очень сильно. Например, от побега от основания цветок получается где-то, наверное, вот такой, да, порядка 10 сантиметров в диаметре. Если его резать вот так высоко, то цветки мельче раза в два. А поскольку цветки очень красивые, то у меня каждый год дилемма, чего я хочу? Много цветов, но мелких, или меньше, но крупных? Ну, соответственно, каждый год приходится делать такой вот мучительный выбор и решать, как я его буду резать. Вы можете вынужденно обрезать розу коротко, если, например, она плохо перезимовала. Какие-то побеги замерзли, какие-то болеют, какие-то сломаны. В итоге у вас от куста может ничего не остаться. И, ну, тут уж ничего не поделаешь. Но если куст перезимовал хорошо, вам жалко резать хорошие и здоровые побеги, вы можете розу обрезать достаточно умеренно. У вас получится обильно цветущий, пышный куст. Ну, пускай цветки мельче, но согласитесь, даже очень мелкие цветки, когда их много, в массе смотрятся гораздо эффектнее, чем несколько, пусть потрясающей красоты цветов, но там пусть будет их 4, 5, 6, все равно в саду все-таки, на мой взгляд, лучше смотрится, когда куст более пышный, более мощный и цветков на нем больше, даже если каждый отдельный цветок вообще невзрачный. В общем-то, согласитесь, очень многие сорта и почвы покровных, роз и флорибунда, цветки не отличаются особенной красотой, если отдельный цветок разглядывать. Они берут именно массы, и я люблю все-таки, когда розовый куст дает большую массу цветов, именно поэтому я свои розы обычно, если какие-то плохие факторы природные на розы не повлияли, я стараюсь резать их очень умеренно. То есть я стараюсь оставлять по максимуму побегов, формировать куст красивой формы, и обрезаю только самое-самое необходимое, делаю, так сказать, санитарную обрезку. Давайте попробую вам показать, как выглядит на практике обрезка розы в моем исполнении. Итак, вот у нас сорт Джеймс Гелли, который я буду сейчас обрезать. В этот раз я решила его обрезать достаточно сильно, я хочу цветки покрупнее, но буду делать так называемую комбинированную обрезку. Что это значит? Это значит, что какие-то побеги мы режем коротко, какие-то побеги мы режем повыше. Те побеги, которые мы резали мало, которые мы оставили повыше, они зацветут раньше. Те побеги, которые обрезали сильнее, они зацветут позже, поскольку будут тратить больше сил на рост, прежде чем зацветут. И таким образом мы растянем волну цветения. Она будет, конечно, не такая обильная, потому что часть побегов зацветет раньше, часть позже, но зато более продолжительная. Таким образом, если вы будете комбинировать разные типы обрезки на одном кусте, вы можете управлять цветением ваших красавиц. Боковые побеги я обычно укорачиваю. Здесь на побегах у меня пятнышки, их я срезаю ниже этого места. Здесь у побега тоже пятнышко у основания. Я его обрежу совсем коротко, потому что побег не такой сильный. Я хочу, чтобы в этом месте роза дала новую ветку. И у нас остались две старых ветки. Видите, они здесь уже у основания древесневшие, такие коричневые. Вот на этой ветке у меня тоже есть несколько пятен. Я ее обрежу покороче. У этой ветки я уберу опять же боковые побеги. Уберу все больное. Уберу засохшую веточку. И вот здесь вот у нас осталась ветка. Чтобы уже куст имел какую-то удобоваримую форму, мы примерно так же укоротим. Итого я убрала где-то, наверное, половину высоты куста. Это короче, чем обычно рекомендуется для шрабов. Но куст получился достаточно, на мой взгляд, гармоничной формы. Он будет ветвиться в дальнейшем. И я надеюсь, хорошо зацветет в этом сезоне. Очень много вопросов обычно вызывает обрезка штамбов. Но на самом деле все просто. Вам нужно просто смотреть на то, какой сорт у вас привит на штамп. И смотрите, в соответствии с этим и действовать. Здесь у меня сорт балерина. Она цветет очень мелкими цветами, но очень обильно. Вот вы видите по плодикам, сколько цветов здесь было. И обычно я ограничиваюсь тем, что удаляю что-то сломанное, засохшее. Вот здесь у меня засохшая ветка. Я ее сейчас обрежу. А дальше я просто убираю все вот эти вот веточки с плодами. Просто поскольку они не слишком декоративно будут смотреться. То есть вот так вот все обрезаю. И больше ничего с ней не делаю. Потому что балерина сама по себе имеет очень красивую форму куста. Видите, вот штамп он таким прямо шариком растет. Совершенно естественным образом. И тут лучше не мешать природе предоставить розу самой себе. Вообще, честно говоря, если говорить о том подходе, который я вам попыталась так немножко забавно показать. Садовода, который боится резать. И садовода, который наоборот старается прямо обрезать все-все-все, чтобы прям роза идеально выглядела. Что в итоге может привести к тому, что от розы практически ничего не остается. Я все-таки сторонница первого варианта. Если вы новичок, если вы не знаете, как резать розу, возможно, первые годы имеет смысл ограничиваться только санитарной обрезкой. То есть срезать все больные побеги, какие-то некрасивые, которые вам не нравятся, просто чтобы куст хорошо смотрелся. И больше ничего с ней не делать. В дальнейшем, когда и роза будет постарше, и у вас будет побольше опыта с розами, вы будете лучше понимать свои растения. Будете лучше видеть, что делать с побегами. Если побег какой-то очень старый, он уже видно, что не очень хорошо растет. У него такая кора немножко пожелтевшая. Я сейчас попробую найти какой-то такой старый побег, покажу вам. К примеру, вот эта ветка. Я надеюсь, видно. Если вы на нее посмотрите, кора у нее уже не совсем зеленая. Она вся покрыта такими немножко темными пятнышками. Как будто под кору вода попала. Знаете, вот такое вот ощущение. Она вся пятнистая. Где-то она более желто-зеленая, где-то более темная. Если вы сравните с молодым побегом, разница очевидна. Видите, тут гладкий зеленый цвет. А здесь уже такая она немножко пожившая. Вот еще один пример старой ветки. Видите, кора уже такого желто-зеленого цвета. Вот здесь очень хорошо видно разницу с молодым побегом. Такую ветку уже нужно смотреть на срезе. Нет, на срезе она белая. Значит, здесь все хорошо. Вот, собственно, так можно проверить, в каком состоянии побег. Если он старый, потому что уже кора может выглядеть нехорошо. Но, видите, на срезе она беленькая. Значит, она достаточно здоровая и еще вполне может пожить. Такую ветку мы пока не трогаем. Если на срезе сердцевинка бежевая или еще хуже коричневая, это значит, что побег подмерз. Такая ветка уже не будет хорошо расти и цвести. Поэтому ее нужно отрезать ниже и ниже до тех пор, пока срез не будет полностью белым. Такую ветку, может быть, имеет смысл уже удалить и таким образом омолодить куст. Но если все ветки, в общем-то, достаточно сильные, зеленые, здоровые, если куст в целом хорошо выглядит, лучше не лезьте, лучше не трогайте. В каких-то случаях природа сама нам подсказывает, что что-то пора обрезать. Те самые засохшие ветки, это же, по сути, естественное удаление каких-то старых, отмерших побегов. Они естественным путем, вернее, отмирают. И мы их удаляем уже чисто для того, чтобы оно не портило вид куста. Вот эти какие-то сухие ветки. А так природа, она и сама, в общем-то, способна регулировать рост растения. Ну а сильная обрезка, она, на мой взгляд, все-таки истощает растения. То есть вы должны понимать, что если вы каждый год очень сильно обрезаете розу, ее нужно очень хорошо кормить. Потому что сил роза будет тратить на восстановление, на рост новых побегов, конечно, гораздо больше. И поэтому, если вы коротко обрезаете розы, то прямо на убой их кормите, для того, чтобы у них было достаточно сил, чтобы выпустить много побегов. Это, конечно, весны касается. После июля месяца мы азотными удобрениями, которые стимулируют рост побегов, розы не кормим. Но, тем не менее, те розы, которые вы обрезали сильно, они нуждаются в более обильной кормежке, потому что у них больше сил уйдет на рост, чем те, которые вы режете умеренно. Вот хочу вам показать. Обычно рекомендуют ориентироваться на цвет. Но на самом деле на цвет иногда ориентироваться не совсем правильно. Вот этот вот сорт Ханселэнд, видите, у него ветки абсолютно коричневые. Вот если на них просто смотреть, кажется, что она абсолютно сухая, да, и что ее нужно удалить. Но если вы посмотрите на кончик этой ветки, у нее абсолютно здоровые, сильные почки, которые идут из этих коричневых побегов. Вот еще вариант, да, видите, совсем такая коричневая страшная ветка, но на ней шикарные уже выдвинувшиеся почки. Поэтому на цвет побега далеко не всегда можно ориентироваться. Лучше всего иногда, особенно если вы не уверены, дождаться того момента, когда роза пойдет в рост по почкам, будет сразу очень хорошо видно. Потому что если побег подмерзший, будет сразу видно, что на фоне всех остальных веток, вот, например, здесь, да, смотрите, на этой ветке уже такие сильные почки пошли в рост. А на этой ветке, хотя она вроде бы зеленая, но нет ни одной почки проснувшейся. Видите, побег абсолютно пустой. Я, конечно, еще подожду, посмотрю, что с ним будет, но, скорее всего, он в итоге засохнет. Раз почки не проснулись, то, скорее всего, с ним что-то не так, и его придется потом вырезать. Почва покровной розы. Тут, в общем-то, все просто. Почву покровной розы можно, на самом деле, практически не резать. Они растут и цветут сами по себе. Они, в общем-то, не зря носят славу одних из самых, скажем так, легких в уходе роз, потому что их, в общем, можно абсолютно не резать. Они цветут обычно некрупными соцветиями, мелкими цветками, и веточки у них, в общем-то, практически все тоненькие. Если вы вырежете все тоненькое, то у вас от куста ничего не останется. И, к тому же, они стелятся по земле, и вам совсем не нужно стимулировать такую розу к росту вертикальному. Поэтому почву покровной розы мы практически не трогаем, ограничиваясь тем, что удаляем больное, поломанное и подмершее. И розы, которые цветут мелкими соцветиями на побегах прошлого года. Так называемые рамблеры. Те розы, которые у нас цветут на прошлогодних побегах, мы, конечно же, весной не трогаем. Многие старые, особенно пособия по розам, рекомендуют вырезать все отсветшие побеги летом, после того, как они процветут. Но, честно говоря, я стараюсь этого не делать, потому что, если вырезать все побеги на кольцо, то куст медленнее наращивает массу. И, честно говоря, вот в Европе, сколько я была в розариях, в садах, нигде не режут розы так, скажем так, сильно. Нигде их не вырезают после того, как они процветут. И вот эти кусты образуют огромную массу цветущих побегов, что, конечно, смотрится гораздо эффектнее. Поэтому побеги я стараюсь вырезать у прошлогодних цветущих роз, у рамблеров, только после того, как они уже совсем либо больные, либо подмершие, они со временем накапливают все это, становятся уже более старыми. Конечно, розу тогда уже нужно омолаживать. Такие побеги я после цветения вырезаю. Но весной мы рамблеры не трогаем, мы вырезаем только больное, поломанное и замерзшее. И самое главное, это правильно их сформировать. После того, как вы подняли розу после зимовки, побеги нужно по максимуму располагать близко к горизонтали. Обычно ветки хорошо располагать веером. Чем ближе ветка к горизонтали, тем больше она образует боковых побегов. И именно боковые побеги наиболее обильно цветут. Советуют над почками оставлять где-то полсантиметра. Извиняюсь, мне немножко сложно это делать одновременно и держать камеру. Срез лучше делать немножко косой. Видите, я режу не перпендикулярно ветке. И почки лучше, чтобы смотрели наружу. Потому что из нее пойдет побег, чтобы весь куст напоминал чашечку по форме. То есть мы стараемся не стимулировать побеги, которые будут расти в центр куста. Я обещала вам показать морозники, когда они зацветут уже в полную силу. Вот сейчас уже куст весь в цвету. Цветки крупные, видите, с полу ладошки. Вообще, чем дольше морозник сидит, тем он красивее. Но, кстати, сказать, насколько я знаю, они очень плохо переносят пересадку. Я в свое время, поэтому, когда его посадила, я ужасно переживала, потому что он, конечно же, продавался с корнями, отмытыми от земли. Я боялась, что он не приживется, но все обошлось, он жив. Поэтому, если у вас есть морозники, старайтесь без необходимости не таскать их с места на место, ну или, в крайнем случае, делать это с большим комом земли. Здесь растет моя гордость. Махровый морозник. Смотрите, какие потрясающие цветочки. Я покупала его в совсем крошечном горшочке. Вот такой маленький горшочек. Там была вот такая крошечная растенница. И он, конечно, долго рос до этого состояния. Это, не знаю, может быть, вы встречали, продаются растения, которые размножаются микроклоналкой, микроклональным размножением. То есть, растения выращены из одной клеточки или буквально из нескольких клеточек. Поэтому они очень крошечные. Обычно их продают для питомников. Там их уже доращивают. Но вот махровый морозник, на самом деле, достаточно сложно достать. Было в то время, когда я их покупала. И я покупала его такой крошечный. Цветы, потрясающие, конечно, красивые. Смотрите. Но, честно говоря, в саду не очень видно то, что он махровый. Для этого нужно вот так вот подойти, заглянуть в цветочек. Хотя, мне кажется, это отдельное удовольствие вот так вот ходить, разглядывать цветочки. Он такой достаточно скромный со стороны. Видите? Это другой вид. Вот, смотрите, он бордовый. Тоже очень-очень красивый. Он тоже, как видите, не очень сильный. Кусту уже много лет. Но до сих пор вот он выдает буквально 3-4 цветоноса. И сам куст гораздо менее сильный, чем кавказский. Кавказский у меня, конечно, лучше всего себя чувствует. И, конечно, после того, как мы розы обрезали, что нам нужно сделать? Конечно, их покормить для того, чтобы у них были силы для роста новых побегов. Весной я предпочитаю розы кормить органикой. Если нет возможности, то... Вернее, если есть возможность, я стараюсь, конечно, кормить розы навозом. Вот в этом году мы купили много-много мешком замечательного конского навоза, который я буду раскидывать по розам. Но если нету навоза, то самый лучший вариант – это компост. Поэтому компостная куча, конечно, для настоящего розовода – это, на мой взгляд, не излишество, а абсолютная необходимость. Ну, у меня по-хорошему, конечно, нужно все эти клумбы прополоть, разрыхлить. Но получается так, что мы буквально через неделю улетим в отпуск. Розами заниматься времени не будет. Поэтому я просто сейчас раскидаю, замульчирую все клумбы навозом. А пропалывать буду уже после приезда. Я думаю, меня будут ждать в джунгли. Но, к сожалению, вот только так получается. Но лучше, конечно, если есть возможность, если есть время, то сначала прополоть клумбу, разрыхлить почву, а потом уже эмульчировать либо компостом, либо навозом. Ну что же, я надеюсь, что мой сегодняшний влог помог новичкам в розоводстве и, может быть, тем, у кого были сложности с обрезкой роз, немножко разобраться в этом сложном. И что греха таить таинственным для многих процессе. Ну, а также, что касается подкормок. Меня спрашивали, как я кормлю розы. Ну, в общем-то, у меня все просто. Как видите, я просто кормлю органикой, либо компостом, либо навозом. Кто-то из наших мэтров отечественного розоводства сказал, что роза – дочь навоза. И, на мой взгляд, это действительно абсолютно так. Розы очень любят органику. Ну, в моем случае это вообще крайняя необходимость, потому что у нас почва очень плохая, ее нужно улучшать. А, конечно, минеральное удобрение, оно дает питание, но структуру почвы никак не улучшает. А компост, перегной, навоз – это все очень хорошо уточняет землю, улучшает ее структуру. И, конечно, на мой взгляд, для роз предпочтительнее все-таки органика. Ну, а весной, когда растения нуждаются в большом количестве азота, на мой взгляд, самое время именно эту органику вносить. Рассказала вам все, что могла на эти выходные. Ну, а теперь я буду с вами прощаться, пойду подкармливать свои розы, потому что еще очень много работы предстоит, нужно много всего успеть до отъезда. Так что буду с вами прощаться. На сегодня все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok